А накануне в Министерстве здравоохранения также были подписаны договоры на строительство четырех медицинских объектов и на приобретение новых реанимобилей. Это касается объектов Центра матери-ребенка, строительства детского корпуса на 120 коек. Это объект на территории Республиканской больницы, отделение онкологии и химиотерапии. Третий объект, это очень значимый объект, считаю, на сегодняшний день проблема с доброклезом очень серьезная, это строительство корпуса на 90 коек на территории Бендерской больницы. И четвертый объект, это объект по Ремнице на диспансер и туберкулезной больнице на 40 коек. Представители Евразийской автономной некоммерческой организации Евразийская интеграция совместно с преднестровским руководством осмотрели медучреждения, которые больше всего нуждаются в модернизации. И после этого подписали соответствующие договоры. Пока громких слов говорить не хочется, вот когда эти объекты уже, хотя бы будет заложен первый камень, вот тогда мы уже что-то торжественное скажем. Сейчас я поздравляю всех, что мы начали сотрудничать. Безусловно, мы очень благодарны Российской Федерации за мобильность, потому что впервые представители ОНО и Евразийская интеграция приехали к нам меньше месяца назад. И сегодня мы уже подписали первые договоры о начале безвозмездных работ по строительству новых объектов. Запланированные сроки строительства полтора года, а новые реанимобили, по словам Натальи Никифоровой, появятся уже в июле.